А которые по надежде на дело вознеродели, а наблюдение над собою, все от высокого жития отведены пленниками в жизнь распутную. Не тогда только будем печалиться, когда поползнемся в чем-либо, но особенно, когда закосневаем в том же, потому что поползновения бывают часто и совершенными, а закосневать в том же есть совершенное омрачение. Печаль, которую чувствуем при своих поползновениях, вменяется нам благодатью вместо чистого делания. Кто в надежде на покаяние умышленно поползнется вторично, тот лукаво поступает с Богом, неведомо нападает на него смерть, и не достигнет он времени, в которое надеялся исполнить дела добродетеля. Каждый, давший волю чувствам, дав волю и сердцу, ибо делание сердца служит узами для внешних чувств. Если кто с рассудительностью занимается этим деланием, то это бывает явно последующим в нем трем явлениям, а именно, не связан он телесными выгодами, не любит чревоугодия и отнюдь не допускает раздражительности. Где и имеют место эти три, там нет настоящего устроения внутри, хотя бы внешнее было безукоризненно. Рассудительное пренебрежение телесным порождает ничем не связанность, пренебрежение покоем и людскую приверженность. Если кто с готовностью, радуясь, приемлет ущерб ради Бога, то чист он внутренно. Кто не смотрит с приятностью на оказавшего ему честь и не негодует на того, кто его бесчестит, тот в этой жизни мертв стал для мира. Не питай ненависти грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. Если восстанешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грех его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гнился на грешников, а молился о них. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобой недостойным. Потому что много ты должен ему, а взыскание его не видно на тебе. И за малые дела тобой сделанные воздает он тебе великим. Бойся Бога из любви к нему, а не по грозному имени ему приданному. Возлюби его, как обязан ты любить его, и не за то, что дает он тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем. И за этот один мир, который сотворил он для нас. Кто убедил его вначале привести нас в бытие? Кто умоляет его о нас, когда мы не воспоминаем о нем? Когда нас еще не было, кто возбудил в жизни это тело наше? Откуда мысль ведения западает в персть? Какая безмерная благость естество наше в нас грешных снова возводит к воссозданию? Придите, рассудительные, и удивляйтесь. Кто, имея ум мудрый и чудный, достойно поделится милости Создателя нашего? В какой мере человек будет пренебрегать миром этим и ревновать о страхе Божием? В такой приближается к нему промысл Божий, и втайне ощущает человек содействие промысла. И к уразумению того даются ему чистые помыслы. Если кто добровольно лишает себя мирских благ, то в какой мере лишается он их, такой же сопровождает его Божье милосердие и поддерживает человеколюбие Божие. Души же тех, которые не сильно стяжат себе жизнь истинной добровольным от всего отрешением, невольными скорбями приводит он к добродетели, как видим в нищем лазере. Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к нему вопиец в скорби. Если и подвергает иногда телесным лишениям и иным скорбям, но к душе скорбящего является Господь великое человеколюбие, соразмерно жестокостью страданий в скорби его. Когда возделение любви Христовой не препобеждает в тебе до того, чтобы от радости о Христе быть тебе бесстрастным во всякой скорби своей, то знай, что мир живет в тебе более, нежели Христос. Когда болезнь, скудость, истощание тела, боязнь вредного тела возмущает мысль твою до того, что отторгает тебя от радости упования твоего и от попечения об угождении Господу, то знай, что живет в тебе тело, а не Христос. Просто сказать, к чему приверженность в тебе преобладает над всем, кто и живет в тебе? Если нет у тебя недостатка в потребном тебе и тело здорово, и не боишься чего-либо сопротивного, и говоришь, что ты можешь при этом чисто шествовать по Христу, ко Христу-то знай, что ты болен умом и лишен вкушения славы Божией. 291. Страница 760. Второй том. Добротолюбие. Святого Исаака Сирианина. Подвижнические наставления. 301. Что бы ни сказал ты, что не было человек, у которого ум совершенно возвышался бы над немощью, когда тело терпело крушение в искушениях и скорбях, и у которого любовью ко Христу припобеждалась бы печаль ума, приведу тебе на память мучеников, и смотри, как терпение их подкрепляемой силой и любви Христовой припобеждало великую скорбь и болезнь телесную. 311. И не они только являли такую твердость. 321. Были философы и язычники, не знавшие истинного Бога, которые показали удивительную силу мужества. 331. Один из них положил себе законом хранить молчание и не отступил от этого решения, несмотря на явную опасность смерти. 341. Иные же совершенно попрали естественное похотение. 352. Другие легко переносили злословие. 362. Иные без скорби претерпевали жестокие болезни. 373. А иные показали свое терпение в скорбях и великих бедствиях. 373. Если они терпели это ради пустой славы и надежды, 384. То не гораздо ли паче должны терпеть мы, монахи, призванные к общению с Богом? 384. Конец второго тома «Добротолюбие». Добротолюбие в русском переводе дополненное. 384. Том 4. Иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. 385. Москва. Типолитография Ефимова. Большая екиманка. Дом Смирновой. 1889 год. 395. От Московского духовно-цензурного комитета печать дозволяется. 405. Москва. 4 мая 1889 года. Цензор священник Иоанн Петропавловский. 41. Четвертый дом добротолюбия нашего весь состоит из одних наставлений инокам святого Феодора Студита. 41. Сначала имелось в виду сделать извлечение иноческих уроков этого святого отца только из известного до толи его малого катехизиса. 42. Но прежде чем приступлено было к этому делу, старцам русского на Афоне Пантелеимонова монастыря дал Бог найти большой его катехизис на острове Патмосе в тамошней обители святого Иоанна Богослова в трех томах и списать его. 43. Тогда пришла мысль сделать извлечение наставлений святого Феодора инокам не из малого только, но и из большого катехизиса, что и исполнено. 44. Количество этих уроков иноческих заставило отрядить для них целый том нашего добротолюбия, что не в ущерб нашему сборнику. 45. Ибо этим заполнится большой пробел в уроках об иноческой жизни, именно недостаток указаний на то, как обычный видимый строй иноческой жизни обращать в содействователя главной цели иночества. 46. Все эскетические писания и предыдущих трех томов и последнего пятого имеют в виду жизнь внутреннюю, и они раскрыты в них всесторонне. 47. Но монастырский строй в его отношении к целям иночества никем не был брат во внимание, кроме святого Феодора Студита. 48. Уроки о внутренней жизни тут же идут и у него, но только как руководительные начала. 49. Главное же у него всегда что-нибудь монастырское, и именно с той стороны, какое стоять должно главной цели иночества. 50. Всякое самое последнее послушание представляется им не менее ценным перед Богом, как и самое высокое, если оно совершается в должном духе. 51. И он всех постоянно воодушевляет уверением, что всякий труд их есть шаг в Царствие Небесное, к венцу мученическому. 51. Для монастырских братьев это неоцененная книга, но и для мирян найдется здесь немало полезного. 52. У святого Феодора редкое поучение проходит без того, чтобы он как-нибудь не коснулся смерти, суда, ада и Царствия Небесного. 53. Для внимательно читающего их картина этих событий неизгладимо напечатлевается в уме, 54. И для всякого послужит источником побуждения к покаянию его душевления к исправной жизни. 54. Вот почему тогда, как греческое добротолюбие ничего не взяло из святого Феодора, мы сошли себя обязанными дать его наставление в назидание иночествующему братству. 55. Счет извлечений идет воловой от начала до конца, а не по томам. 55. Из какого тома поучений и какое оно по числу тамошнему значится в конце оглавления извлекаемого наставления? 55. При этом поучения малого катехизиса стоят под именем четвертого тома. 55. Поучение святого Феодора имеет не всегда один предмет, но многие касаются иногда сторонних вещей, судя по текущим потребностям иноческой жизни. 56. Между тем, оглавление поучений в рукописях указывает один какой более выдающийся предмет, 57. Отчего содержания поучений не все видно в оглавлениях. 57. Это составило составить новое более подробное оглавление, которое и предлагается. 58. Святой преподобный Феодор Студит 58. Очерк жизни святого Феодора Студита 58. Святой Феодор – сын высокородных и сыновитых родителей. Отец его заведовал сбором царских податей, воспитан был в добром наказании христианском, учился всей премудрости еленской, явился ритором прекрасным и философом изрядным, и вместе с тем богословом просвещенным. 59. Когда при Константине Капрониме особенно усилились гонения иконоборческие, родители его оставили мир, прияли иноческие житие. 59. А святой Феодор оставался в Константинополе заканчивать свое образование. После Капронима царил сын его Лев, также еретик, а после него супруга его Ирина с сыном своим Константином. Ирина хранила православие, как и сын ее, и со святым патриархом Тарасием собрала собор святых отцов Вселенской VII, на коем осужденной проклятой иконоборческой ересь. 60. На этом соборе был Платон, дядя преподобного Феодора по матери, который по окончании собора взял с собой в пустынь святого Феодора и братьев его Иосифа и Ефимия, решившихся принять иночество, и поселился с ними в Сакудеоне, в прекрасном месте, возвышенном, окруженном лесом и богатым водою. 61. Место было уединено, и вход туда пролегал одной тропою. Оно полюбилось им, и они устроили там монастырь и церковь, ституя во имя святого Иоанна Богослова. К ним стали собираться братья, и монашеская жизнь пошла добрым порядком под руководством мудрого Платона. 62. Святой Феодор всех, превосходивший образованием и дарованиями по пострижению, и более всех преуспевал в подвижничестве, измождая плоть свою пощениями, бдениями и трудами по монастырю, самыми низкими и тяжелыми, ибо рубил дрова, носил воду, копал землю в саду и огороде, и он оваживал ее, обучая себя смирению. 63. Наиболее же заботился он о благоустроении нрава благочестного и Богу любезного. 64. Для того он законом имел каждый день исповедовать старцу своему Платону все помышления и движения сердца, и одобренное усовершать старался, а неодобренное исправлять. 64. Каждый так же день определял он некое время на богомыслие и умную молитву, да един единому, предстоя Богу умом невозмущенным, тайное некое приносить ему служение. 65. Любил он прочитывать божественные писания Ветхого Нового Завета и творения святых отцов, особенно святого Василия Великого, и из него его правила и устава иноческого жития, которое чтил так высоко и так почитал необходимыми, что того, кто не исполняет их монахам, не признавал. 65. Блаженный старец Платон, видя такое преуспеяние в подвижничестве святого Феодора, положил облечь его в сам священство, что и совершил святой Тарасий Патриарх по его представлению и ходатайству. 66. Святой же Феодор принял таким образом рукоположение не столько волею, сколько нуждою, не только ни в чем не послабил себе, но еще на большее простерство подвиги, и был для всех примером доброго иночествования, и имел многих в себе подражателей и в своей обители, и в других. 66. По довольному времени блаженный старец Платон, чувствуя старческие немощи увеличивающимися, восхотел устранить себя от дел и последние годы прожить на безмолвии, оставив преемником своим святого Феодора. 67. Случилось ему заболеть, и он, призвав братья, сказал им, что болеет. И кто знает, чем кончится болезнь, почему желал бы избрать себе преемника и спросил, кого бы желали они. 68. Они все в один голос сказали Феодора. Ему блаженный Платон и передал власти все заботы настоятельства, а сам устранился на покой. 69. С первых же дней в этом фине святой Феодор как свои увеличил подвиги, так и от всех требовал строгого исполнения устава и иноческого жития, особенно же вооружался против беспечности или внешней только исправности и любостяжания. 69. Братья и иные роптали, однако ж понемногу исправлялись. И, общеговоря, подвижничество в обители приподнялось. 70. Так хорошо дела шли у святого Феодора внутри обители. 71. Совне же скоро начались скорби и утеснения. Первым поводом к тому послужил незаконный брак юного царя Константина, нещадно обличаемый своим Феодором. 71. Он был женат на дочери Филарета, милостивого Марии. Но потом полюбилась ему другая, и он женился на ней, оставив первый. 72. Брак совершил некий Иосиф, эконом церковный, помимо воли патриарха Тарасия, который после того всячески старался расторгнуть этот брак, но не успел. 73. И боясь большего зла, ибо царь грозил поднять иконоборчество, перестал докучать ему об этом. 73. Но блаженный Феодор не молчал, особенно потому, что и вельможи с сановниками тоже начали делать. 74. Боясь потому, чтоб такое беззаконие не превратилось в закон, святой Феодор писал ко всем монахам, чтобы они царя почитали отлученным от церкви, или самоотлученным, как делом своим, себя подклонившего под кару отлучения. 74. Это разгласилось. Дошло и до царя. 75. Царь сначала оскорбел об этом, потому что новая его жена Феодотия была сродней блаженному Феодору по матери. 76. Надеясь, впрочем, ласканием помирить его с собой, велел при любодейной супруге своей послать ему побольше подарков с прошением молитвы его за себя и за род свой. 76. Но блаженный не только подарков, но и посланных с ними не принял на глаза. 76. Царь задумал как-нибудь самому повидать святого и поговорить с ним. 77. Для того устроил проезд мимо обители его, как будто по делам куда ехал, в надежде, что святой Феодор выйдет к нему с братьей для царственного приветствия и пригласит в обитель. 77. Но святой, узнав о том, велел запереть ворота и не отпирал, сколько бы ни стучали. 78. И постучали, постучали и отошли ни с чем. 79. За это воспылал гневом царь на преподобного и послал избить его и послать в заточение. 79. Прибыли и избили и та, что плоть раздроблялась от ран, и земля обогрелась в крови, и отослали в Солунь. 79. В то же время разослали в заточении всех начальнейших отцов обители числом до одиннадцати. 80. Святой Феодор благодушно терпел все. 80. Их братьям стражищам писал, утешая их и убеждая переносить постигшее их горе благопокорливо. 81. Богу так угодно, а что от Бога, то все во благо нам, если смиренно благопокорствуем. 81. Писал он и к папе, и от него получил утешительный ответ, похвалуясь за ревность по Богу и мужество непоколебимое. 81. Царь, между тем, жил дурно, а царством правил еще хуже, за что свернул с престола и скоро умер. 81. Царство перешло опять в руки матери его Ирины, восстановившей иконопочитания. 81. Она тотчас возвратила всех заточенных сыном ее к своим местам. 81. Святой Федор опять собрал расточенных част своих, и жизнь иноческая снова потекла у них в добром порядке. 81. Но спустя несколько лет нашло другое горе, не столько тяжелое, сколько хлопотливое. 81. А горяне подходили к царю-граду. 82. Не желая подвергать себя бедам от них рук, святой Федор оставил свой сокудион и переселился в царь-град, где царица и святой патриарх отдали ему студийский монастырь, из которого иноки были разогнаны к опронимам иконоборцам. 82. А новые еще не набрались. Было там в это время только человек двенадцать. 83. Приняв обитель эту, святой Федор, требовавшее исправление, обновил, недостающее пристроил, разместил в свою братью. Иноческое житие пошло в нем обычным чередом. 84. Братство множилось, и скоро возросло до тысячи. 85. Не имея возможности за всем присмотреть своим глазом, святой разделил труд с другими достойнейшими старцами, коим поручил блюдение должного порядка по разным частям монастырских послушаний и для каждого из них написал подобающие правила. 86. Особенно заботился преподобным, чтобы братья не имели нужды выходить в город по каким-либо потребам, для чего завел в монастыре всякого рода поделия. 87. Свои у них были портные, сапожники, столеры, стекольщики, кузнецы, каменщики и прочее, и прочее. 88. Братья определялись по этим занятиям по своим способностям и склонностям, имея во главе особого распорядителя и блестителя. 89. Все делалось, как и в мире, но не по-мирски. 89. Повсюду царствовали благочиние и благоговение, руки на дело простирались, а в устах всегда имелась молитва Иисусова и Давидские псалмы. 89. Всякое большое и малое нарушение порядка наказывалось определенной пяти миею. 90. Чтобы в этом реже настояла необходимость, преподобный всегда в поучениях своих, излагая общие христианские и иноческие законы, касался и тех правил, которыми определялись порядки жизни у него в монастыре. 91. Этим освежалась память о достодолжном и оживлялась у каждого ревность являть себя исправным во всем, даже малейшим. 91. Между тем, Никифор, тиран, низверг с престола царицы Ирину, и первым делом его было возмущение церкви восстановлением своей власти Иосифа, придворного Ирия, венчавшего Константина с Феодотией и зато лишенного сана, в противность канонам святой церкви. 91. Патриарх Никифор, бывший по святому Тарасии, муж достойнейший, сопротивлялся этому сколько мог, но потом, видя ярость царя и опасаясь от него худшего, чего для церкви, принял в общение Иосифа. 91. Но святой Феодор не уступал и явно обличал неправость царя. Разгневанный тем царь послал святого Феодора в заточение. 92. Тоже сделал он брату Иосифу и старцу Платону и другим многим инокам студийским. 93. В то время напали на Фракию соседние варвары, и царю надо было идти против них. Перед выходом послал он к святому Феодору ласканием и угрозами склонить его к единомыслию с собою. 94. Но святой Феодор, духом Божиим движим, ответил ему так. 94. Надлежало тебе, царь, идти на брань, покаяние принести и исправить то, что разорил ты церкви Божией. 95. Но как ты этого не сделал, то ведай, что не возвратишься ты с брани живым. 95. Таково тебе праведное определение Божие. 95. И действительно, царь убит был на брани. 95. По нем приял царство сын его, Ставрикий, но и он скоро умер от раны, полученной на войне. 96. На царство избран был некто Михаил Киропалат, муж воистину царской власти достойный, благой и правоверный. 96. Он возвратил из оточения святого Феодора и всех, которые вместе с ним подвергались этому. 97. Почтил их чести и разделение церковное уничтожил. 97. Иосиф же, как непотребный член, опять отсечен был от церкви. 98. В это время священный он и достохвальный старец Платон отошел ко Господу и погребен был, честно, самим патриархом студийской обители. 99. По представлению духовного отца своего Платона, святой Феодор с братьями два только года пожили в мире из покоя. 99. Потом восстала опять иконоборческая буря и возмутила всю церковь. 99. Произвел ее новый царь Лев Армянин. Он был военачальником в восточных странах и возмутился против благоверного царя Михаила, 99. Который во избежание междоусобной войны сам сложил в себя царскую багреницу и облегся выноческую властяницу, предоставив царство взбунтовавшемуся тирану. 99. Этот Лев сначала пооказывал себя благоверным и кротким, а когда укрепился на царстве, начал хулить святые иконы и порисать иконопочитание. 99. Святой Патриарх Никифор, раскрывая перед царем истинный смысл иконопочитания, убеждал его не нарушать мира церкви противлением ее учению об этом предмете. 99. Но царь ничему не внимал, а напротив, своим авторитетом царским думал всех заставить подчиниться его мудрованию. 99. Для чего собрал всех нарочитых священников и иноков, и святого Патриарха с ними, равно как и святого Феодора, явно перед всеми открыл свое зловерие, похваляя не чтущих святых икон и укоряя почитающих их. 99. В основании такого мудрования выставлял он преимущественно вторую заповедь, не сотвори себе кумира, не всякого подобия и прочее. 99. Прилагал и такие соображения, как можно описать неописанного и на иконе в локоть поместить невместимого, как именовать Богом, изображенного красками. 99. Отцы духовные почтительно объясняли царю, что ветхозаветнее законоположение обязательное для христиан не безусловно, что икона изображает Бога никак неописуемого и невместимого, а как Он благоволил явить Себя святым. 99. И особенно, как Он открыл Себя по воплощении, и что Бог открыл Себя в воплощении, и что Богом именуют они не доски и краски, а того, кто изображен на иконах, к нему возносясь мысленно при воззрении на изображении Его. 99. Они разнообразно предлагали такие мысли. Святой же Феодор, как бы сочетавая все их воедино пространные, сказал речь в разумлении царя. 99. Откуда тебе, о царю, пришло недоброе умышление внести еретическое повеление в святую церковь и разодрать благолепную ризу ее, высшнюю благодатью и апостольским и отеческим учением сотканную? 99. От ветхого ли закона мудрствуешь? 99. Мудрствую разумно. 99. Рассмотри все места Ветхого Завета, в которых запрещается творить образы и подобия, и почитать их. 99. О чем они говорят? О том, что, сделав какой-либо образ и подобие, не следует почитать его Богом, и божеское ему воздавать поклонение, а не о том, будто не должно делать и иметь образы и подобия и чтить их. 99. Святая же церковь не боготворит сделанные руками образы и подобия, а только чтит их, как изображение того, что досточестно. 99. Следовательно, как заповедь вторая, так и все места Ветхозаветних писаний, подобно этой заповеди, которых многое множество, не относятся к иконам Святой Церкви. 99. К ним относятся, скажу, например, повеление Божие сотворить подобие херувимов и поставить их на самом почетном месте, над кивотом, и повеление еще сделать змея и благоговейно возревать на него во избавление от ужаления змеиного и подобное. 99. Итак, Ветхий Закон не отметает деление икон и почитание их, когда то и другое совершается с разумом. 100. А в новой благодати что видим? 100. Сам Господь и Спаситель наш изобразил Себя на убрусе и послал Кавгорю, которая от прикосновения к нему получила исцеление. 100. Святой Лука написал подобие Матери Божией с предвечным младенцем на руках, и когда приставил ей, она изрекла на него благословение Сына Своего и Бога. 100. После этого в Церкви Божьей не переставали быть иконы святые, из коих многие являлись чудодейственными и доселе пребывают такими. 100. Не святее ли солнца все это показывает, что икона Писания и икона почитания не человеческого, а божеского суть происхождения? 100. А что ты говоришь, не хочу, чтобы невидимое и неописанное божество было изображаемое красками? 100. То и мы также веруем, что божество невидимое и неописанное, изображаем же на иконах божество не как оно есть в существе, но как благоволило явить себя нам, особенно в воплощенном домостроительстве. 100. Порисающий икону Христа Спасителя порисает самое воплощение владычнее. 100. Выслушав все это, царь разгневался и сказал преподобному Федору, «Я давно знаю, как ты сварлив и горд, думая, что у меня и тебя никого нет, и ныне так дерзко говоришь со мной, как с простым человеком, что тебя сейчас следовало бы наказать, но щижу тебя, пока точнее раскроется и сознается правость нашего мудрования. Если тогда не покоришься, не жди милости». 100. После этого бывшие тогда в палате царские отцы положили не говорить боли ничего. 100. Что говорить тому, кто невразумление ищет, а хочет властительски насиловать веру? 100. Блаженный же Федор сказал, «Разумею от царю и внемли». «Дело веры и святой церкви разбирать и устроять не твое дело, твое дело мирские порядки блюсти». «Веру же и святую церковь держать в должном чине есть дело пастырей и учителей церковных». Послушай апостола, который говорит, «Положил Бог церкви во-первых апостолов, во-вторых пророков, третьих учителей и прочее». 1 Коринфянам 12, 28. Видишь? «Учителей, а не царей». И другие места Писания повелевает церковные дела править пастырем и учителем церкви, а не царям. Царь сказал, «Уж не ты ли изгонишь меня из церкви?» И святой ответил, «Нет, не я. Изгоняется из церкви законы божественных апостолов и святых отцов. Им следуя и мы утверждаем, что если и ангел с неба станет благовестить нам что-либо противное вере, анафема да будет. Итак, если хочешь быть внутри церкви Христовой, с нами, поклоняющимся иконе Христовой, то последуй во всем патриарху и с ним сущему священному собору». От этих речей царь пришел в ярость и всех изгнал от себя. Вслед за этим начало разглашаться по городу через греческого епарха царское повеление, чтобы никто не смел толковать или споры заводить о вере, но чтобы все следовали воле царя. Дошло это до слуха святого Федора, и он сказал передававшим это, «Праведно ли есть вас слушать более, нежели Бога? Лучше дать себе язык урезать, нежели молчать и не защищать истинной веры, когда покушается извратить ее. С тех пор стал он небоязненно всех учить и убеждать крепко держаться правой веры, а сами преданной. Одних к себе призывал, к другим сам ходил, к третьим писал послания. Ходил нередко и к патриарху, и чтобы соутешиться общей верой, и чтобы воодушевлять его благодушному претерпению, предлежащих скорбей и гонений. Эти гонения из скорби скоро настали. Патриарх был низложен и изнан из Стареограда, и все другие православные архиереи осуждены на заточение. Иконы же были поносимы, повергаемы на землю и попираемы ногами, и огню предаваемы. И общее по городу поднялось смятение. Видя это, преподобный Феодор глубоко болезновал душой и противопоставляя явному поношению икон явно их почитания, положил в наступивший праздник Ваей совершить крестный ход вокруг обители, в коем братья, взяв иконы и подняв их вверх, пели на ходу «При чистому твоему образу поклоняемся благих» и другие подобные песни. Узнав об этом, царь и послал к нему грозные прещения, чтобы, если не перестанет защищать иконопочитание, то встретит заточение раны и смерть. Как святой не мог перестать делать это и словом, и писанием, то был осужден на заточение, отправлен в Аполлонию, осийскую или ефинскую, и заключен в темницу в крепости Метопа, называемой. Однако ж он отсюда, всюду рассылал послание, убеждая строго держать содержимого церковью иконопочитания. Дошли и до царя послания его, и он тотчас послал некоего Никиту, сына Алексеева, перевезь преподобного дальше оттуда в место, вонита называемая, и заключить там в темницу, со строгим запрещением беседовать или писать об иконопочитании. Когда постл напередал ему волю царя, он отвечал, «Перемену места с радостью принимаю, ибо Бог везде есть. Но не говорить и не писать не могу, и по переводе в другое место действительно говорил и писал». Узнав об этом, царь во гневе послал к преподобному опять того же Никиту наложить на него лютые раны. Когда постл напередал об этом святому Феодору, он с радостью сам скинул одеяние и подставил тело в свое набиение. Но у Никиты, когда увидел он, как измождена плоть преподобного рука, не поднялась уязвить ее. И он возвратился, не коснувшись святого. Святой же, оставшись опять, небоязненно распространял истину относительно святых икон, пространно беседуя с теми, которые приходили к нему и пиша всюду. Писал он и к патриархам Иерусалимскому, Александрийскому, Антиохийскому и Римскому, описывая, что делится в царе Граде, и прося их помочь православию молитвами и делом. Скусилось зайти к нему некоему клирику Осийской церкви, который, послушав бесед святого, отверг икону Борну и Гереси и обратился к православию. Возвратившись же в свое место, обратил и другого клирика. Узнав об этом, епископ пожаловался на преподобного царю. Исайль предписал Осийскому воеводе обложить лютыми ранами святого Федора. Воевода послал одного из своих дать преподобному пятьдесят ран. Но посланный и этот возревно обнаженное тело преподобного усыдился поднять руку и, поклонившись ему, возвратился, не исполнив злой воли царя. Не успел этот посланный возвратиться к пославшему его, как к святому Федору явился новый посланец от самого царя именем Анастасий, лютый и бессердечный, который своими руками избил святого, дав ему до ста ран. То же сделал и ученику его Николаю. И, заключив затем обоих в темное и тесное место, повелел крепко держать их во всякой нужде и удалился. Приказ этот жестокий, исполняем, был строго. Темно, смрадно, сыро. В малое оконце бросали им по небольшому ломтю хлеба, недостаточному и для одного, и подавали кружку воды. Иногда через день и более, как будто имелось в виду голодом уморить их. Болезни от раны и грубости от прислужников увеличивали тесноту эту. Такой, ну, здесь святой Феодор положил на запасный народ, который... Субтитры создавал DimaTorzok